Это и осенью россияне столкнулись с рекордными за 20 лет. Я обращаю внимание на цифру. Мы столкнулись, каждый из нас, с рекордным за 20 лет подорожанием отдельных продуктов питания, но прежде всего основных продуктов питания. Цены в России резко пошли вверх, как известно, уже в начале сентября. В начале сентября, казалось бы, должно быть все наоборот, сезонное снижение урожая, хлеб, овощи, фрукты. Цены резко пошли вверх в начале сентября, ну а в ноябре инфляция дополнительно ускорилась из-за того, что плодо-овочная продукция неожиданно пошла, по всем позициям пошла вверх цена. Разумеется, людей потрясло удорожание базовых продовольственных товаров, тех товаров, которые составляют потребительскую корзинку семей с невысоким достатком. Прежде всего яйца, курятина, молоко и бананы. Сейчас, как известно, запрещен вывоз из России, его оговорки по Фрейду из СССР. Россия продолжает, али СССР. Так вот, такой кошмар с курятиной впервые за последние, ну может быть не 20 лет, но 10 точно, потому что 10 лет назад, 11 лет, был торжественно заявлено, что Россия полностью обеспечила себя мясом птицы, курицей. Прежде всего и яйцом, курином яйцом полностью Россия, после 90-х, после падения сельского хозяйства, после гибели гигантского количества птиц и фабрик в Подмосковье, в Ленинградской области, самые куриные были регионы. Нет, мы вернули обеспечение собственных потребностей по мясу птицы и по яйцу. Оказалось, черта за два. Сегодня Патрушев, министр сельского хозяйства, официально запретил вывоз из России курятины на экспорт. Мы экспортировали какое-то время курятину. Для чего? Чтобы обеспечить собственные нужды. Все равно курятина идет вверх. Аналитики товароучетного сервиса, веб-сервиса для розничной торговли общепита, контурт-маркет по просьбе журналистов исследовали динамику средней стоимости некоторых продуктов питания именно из потребительской корзины. Итог. Бананы, молоко, яйца, сосиски, индейка, слабосоленая красная рыба прут вверх так, как никто не ожидал. И в ближайшие два месяца надеяться на стабилизацию цен не приходится. Более того, в декабре Новый год традиционно произойдет удорожание всех продуктов, потому что люди делают закупки для праздничного стола. А теперь самое страшное. Теперь то, о чем вообще никто не говорит. Если так пойдет и дальше, такими темпами, то в 24-м году, в следующем сентябре, неизбежен социальный взрыв. Такой социальный взрыв, надеюсь, уточнять не нужно, не приведи Бог видеть русский бунт, потому что он действительно всегда беспощадный и всегда бессмысленный. Ни один русский бунт не закончил с победой. Революция – это не бунт. Революция – это революция. Для революции, слава тебе, Господи, пока что нет необходимых предпосылок, а главное, еще раз, слава тебе, Господи, невооружен народ. Потому что если будет революция, так она была в 17-м. Мы отлетим лет назад. То есть, в нашем веку уже нормальной жизни не будет. Это тоже надо понимать. Мы иногда не понимаем значение тех слов, которые мы произносим. Жаль, надо бояться тех, кто произносит незнакомые для нас слова, больше всего на свете. За этими словами скрывается черт знает что. Когда мы говорим революция, бунт, мы не понимаем истинного значения. Русского бунта, что это такое в России, чем это заканчивается? И к чему приведет любая масштабная революция? Мы отлетим на 100 лет назад. Вопросы надо научиться решать без бунта и революции в России. Для этого есть мозги. По идее, должны быть мозги у тех, кто обязан обладать всеохватным государственным мышлением. Я о наших руководителях. Но, увы, я много рассказываю, рассуждаю над темой, что же сегодня происходит с так называемым эксцессом исполнителем. Почему самопроизводство дураков в России, прежде всего чиновников, столь велико? Самопроизводство дураков. Факт остается фактом. Спасибо, родное правительство. Мы впервые, мы, россияне, столкнулись с таким подорожанием. Да.